Сегодня на канале Орхидеи дома годовщина. Ровно год назад, 2 марта 2023 года, вышло первое видео размножения орхидеи семенами. И за этот период на канале вышло 164 видео и подписалось на канал 2288 человек. Сразу хочу всех поблагодарить, сказать большое спасибо за поддержку, комментарии, лайки. И обоснованную критику, которая тоже нужна для улучшения канала. Ну а сейчас маленький отрезок из первого видео и вот так выглядели орхидеи год назад. А я говорю всем добрый день, меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи дома. Ну и конечно же маленький отрезок, как цветут орхидеи этой зимой. Я думаю, что результат налицо. Надеюсь и у вас ваши орхидеи также вас радуют более пышным цветением. Ну а сегодняшнее видео я хочу сделать продолжение видео, которое вышло 3 января и называлось двойная пересадка в покупной грунт. Спустя два с половиной года, невзирая на январь, главное создать условия. Так вот, два месяца назад мы с вами вместе на канале пересадили две орхидеи солнечный дракон в покупной грунт. И сегодня я предлагаю вам вместе посмотреть на эти орхидеи, как они выглядят два месяца спустя и есть ли положительные результаты, так как и я в предыдущем своем опыте не имел положительных результатов при посадке орхидеи в покупной грунт. Так кому интересно, давайте вместе будем смотреть, как же орхидеи будут выглядеть сегодня. Сейчас я показываю вам отрывки видео двухмесячной давности, еще когда мы эти орхидеи не пересадили. Ну и конечно же я сейчас где-нибудь вставлю и моменты уже после пересадки этих двух орхидей. А кто захочет посмотреть видео целиком, пожалуйста, 3 января. И видео называется двойная пересадка в покупной грунт спустя два с половиной года, невзирая на январь. Главное создать условия. И вот так орхидеи выглядят у нас на сегодняшний день. Как вы помните, кто смотрел тогда то видео, то ни одного раскукленного корешка мы не наблюдали у стенок горшка. То есть у одной орхидеи, по моему вот это вот первая была, мы просматривали буквально там два корешочка. По-моему один из них сейчас я возьму палочку, чтобы показывать лучше. Вот этот корешок у нас просматривался и один маленький корешочек, если я не ошибаюсь, просматривался вот здесь. Итак, результаты за два месяца. Смотрите, у нас есть раскукленный вот корешочек, вот снизу виднеется еще один зелененький. Вот пошел один корешочек вверх. И если мы посмотрим сверху, то есть тоже раскукленные новые корешочки. Не буду я сейчас сильно его убирать в грунт. Ну вот вы наблюдаете один, второй. Вот третий начинает вот только-только заглубляться в посадку. То есть я считаю, что орхидеи приняли эту посадку. Давайте и вторую сразу посмотрим. Значит, у этой орхидеи, как вы помните, я не развел сразу корешки и ни одного корешка по стенке горшка мы не просматривали. Давайте же посмотрим сейчас. Вот смотрите, один, второй, третий. Вот уже дошел до стенки горшка, четвертый. Вот где-то еще где-то проклевывался, там я видел пятый. И сверху ситуация тоже неплохая. Вот раскукленный один корешок, вот второй корешок. С этой стороны тоже есть, вот один, вот второй. То есть ситуация даже, я вам хочу сказать, неплохая, невзирая на то, что, как вы помните, мы открывали с вами вместе новую пачку покупного грунта специально для орхидей. И после двух с половиной лет это очередная моя идея все-таки попробовать еще раз растить орхидеи в покупном грунте. Я думаю, что пока все идет положительно. И, как вы видите, корешки у нас серебристо-серого цвета. Я сегодня просто хочу показать, как я их поливаю. И больше мы с этими орхидеями ничего сегодня делать не будем. Также хочу сказать, что за этот период, два месяца, эти орхидеи находились при световом дне 12-14 часов в сутки. Температура была около 22-24 градусов. И так как на пачке мы с вами читали, что грунт заряжен был НПК микро и макроэлементами, то я эти орхидеи не удобрял. Единственное, что эти орхидеи получали, это был момент, когда я обрабатывал другие орхидеи для видео алое и также оставался у меня оставалось немножко у меня в пульверизаторе алое и я обрызгал и эти орхидеи тоже получили алое и конечно же полив полив у меня был один чередовался через раз первый раз полив был чисто дождевой водой второй раз полив был с фитодоктором и триходермином и вот как раз сегодня пришел черед как раз сделать полив с фитодоктором и триходермином и так вот я уже приготовил две посудинки в которых я поливаю посудинки не глубокие но нам как раз будет достаточно для того чтобы сделать полив ну а раствор фитодоктора и триходермина это таких два биопрепарата кто допустим на канал зашел впервые и еще не видел моих видео скажу что я регулярно пользуюсь этими двумя препаратами и при подготовке раствора его нужно выдержать как минимум сорок пятьдесят минут но у меня уже выдержка прошла этого раствора наверное часа полтора два так что я буду смело сейчас уже поливать и полив как правило я провожу температурой воды на пять десять градусов выше чем комнатная температура и вот смотрите сейчас вот на нижней шкале вот здесь выскочит 33,7 ну практически на десять градусов вот такой вот температурой я буду делать полив наших двух орхидеек полив я буду делать не боясь что куда-то попадет там в пазуху так как световой день сегодня еще очень велик и я точно уверен что эти орхидеи если даже попадет что-то в пазуху то успеют протряхнуть ну все здесь вот уже доверху и здесь тоже и теперь я беру паузу буквально на семь-восемь минут и через семь-восемь минут мы посмотрим на корешки наших орхидеек ну вот прошло десять минут и давайте сейчас посмотрим на состояние наших корешков ну что верхний корешок как вы видите немножко стал таким темно-зеленым а те корешки которые мы с вами видели в посадке они не набрали очень темно-зеленого окраса вот тут на конце но вот тут выше вы смотрите что они уже напитались такая ситуация что краешек не стал темно-зеленый по одной простой причине что веламен еще не научился быстро в себя вбирать воду и поэтому как правило последние вот такие вот отрывки от отрезки орхидей как правило не пропитываются еще ну а дальше мы наблюдаем что они уже стали темно-зеленого цвета ну давайте эту глянем тут тоже самая такая же ситуация видите он не стал таким темно-зеленым но посадка пропиталась и как вы помните там у нас были внутри очень хорошая корневая она сто процентов набрала в себя достаточно влаги до следующего полива и я уверен что ближайших десять а то и пятнадцать дней эти орхидеи поливать уже не нужно будет так что подводя итоги двухмесячной посадки орхидей в покупной грунт хочу сказать что иногда и покупной грунт имеет место быть для как бы орхидей и по крайней мере он мои орхидеи эти две не убил напишите если у вас положительный опыт в посадку в покупной грунт так как под видео за 3 января никто не написал о положительных результатах кстати на днях заходил в магазин цветов и там увидел два новых грунта я пощупал их через их обертку и я понял что там довольно таки наверно будет неплохой грунт если вам интересно будет посмотреть посадку и в другие покупные грунта пожалуйста оставляйте свои отзывы я с удовольствием проэкспериментирую и с другими грунтами но а наши орхидеи отправляются на свое место на полку и я думаю в следующий раз я их вам уже покажу допустим тогда когда пробьются например цветоносы или корни например полностью забьют стенки горшочка и нужна будет следующая пересадка то есть если с этими орхидеями будет что-то происходить такое значительное ну а на сегодня наверное будем с вами прощаться надеюсь на ваши лайки комментарии подписки конечно же делитесь ссылками на видео со своими друзьями и приходите на канал орхидеи дома снова до новых встреч